Сегодня затрону очень спорный вопрос о сборах средств в интернете. Кто следит за моим каналом, тот в курсе, что я периодически распространяю информацию о срочных сборах средств для детей с онкологическими диагнозами. Данный вид деятельности, я вам скажу, вызывает немало проблем, убивает тонны нервных клеток. Сейчас поясню. Под каждым моим видео или постом о сборах средств обязательно появляются негативные комментарии. Их немного, но несколько всегда находятся. Кто-то обвиняет в мошенничестве, кто-то говорит не заниматься ерундой, не собирать деньги для детей, которым уже ничего не поможет. Но к таким комментариям я уже привыкла, каждый имеет право на свою точку зрения. Но вчера мне написала женщина, которая в буквальном смысле угрожала мне прокуратурой. Обвиняла в мошенничестве, говорила, что ребенок пусть лечится дома чем есть и нечего морочить людям голову. Ее не убедил даже тот факт, что я не даю никакой личной информации, никаких счетов, кроме тех, которые дает официально фонд, который занимается кураторством этого ребенка, ну и многих других. Я понимаю, что в интернете много мошенников, которые не стесняются врать даже о таких страшных болезнях. Понятно, что если человек дает номер личной карты, рассказывает какую-то историю, не подтверждая никакими документами, отчетами, то это серьезный повод задуматься. Но когда ребенка берет под опеку официальный крупный благотворительный фонд, многократно проверенный соответствующими госструктурами, то есть ли повод сомневаться в их деятельности? Очень много людей распространяют у себя в соцсетях такую информацию – исключительное желание хоть чем-то помочь чужой беде. А если они будут бояться помогать другим людям? Если их запугивать какой-то ответственностью? Да, из-за этого какой-то мошенник не отгребет лишнюю тыщу себе в карман. Но какой-то ребенок при этом не успеет получить жизненно важное лекарство? Я хочу узнать ваше мнение, стоит ли игнорировать чужую беду и беречь собственные нервы? Помогаете ли вы незнакомым людям в такой ситуации, как проверить подлинность предоставленной информации? Ваши комментарии будут очень полезны всем, кто интересуется этой темой. И заранее благодарю за ваши советы.